Все новые и новые способы нажиться на доверие граждан. В последние годы популярным среди них стало кибермошенничество. При помощи вредоносных программ, психологии и не только, злоумышленники получают доступ к банковским счетам и картам. Подробнее расскажет Иван Подойницин. В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые с использованием мобильных средств и электронных платежных систем. В одноклассниках от имени подруги пришла смс. Ты тут? Да, здесь. Ну тогда передай мне код, только по-быстренькому, там в сообщениях. Взяла и передала. И тут пошли смс-ки. Одна, другая, спасибо, услуга оплачена, услуга оплачена. И так восемь раз не поняла, что такое. Будьте бдительны и не допускайте таких помутнений в мозгу, как у меня было. В Центре практической психологии считают, что в ситуациях, когда человек находится на пике эмоционального подъема, он может автоматически действовать по коротким указаниям, выключая при этом критическое мышление и так называемый здравый смысл. Следует отметить, что наибольшее количество успешных мошеннических операций основано на спекуляции доверчивостью. Как сделать онлайн? Они все сказали. Я сделала вот онлайн, а они вот пин-код тоже я сказала. Потом уже сняли с меня 77 тысяч рублей. Сейчас думаю, что они хорошие психологи. По информации прокуратуры Республики Сахаль, винная доля всех преступлений совершается с помощью банковских карт. В текущем году возбуждено более 650 уголовных дел по преступлениям, связанным с мобильным мошенничеством. В то же время следует отметить, что раскрываемость данной категории преступлений остается незначительной. В первую очередь, это обусловлено межрегиональным характером совершаемых преступлений. Длительностью получения необходимых сведений – это о владельцах абонентских номеров и их соединениях, расчетных банковских счетов, используемых злоумышленниками при совершении преступления. Вместе с тем, банк обязан возместить сумму операции, совершенной без согласия клиента, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования. По мнению сотрудников правоохранительных органов, наиболее эффективной мерой борьбы с данными преступлениями является профилактика, которую можно проводить в виде разъяснений населению, как со стороны оказывающих финансовые услуги организации, так и органов правопорядка. Иван Подойницин, Галина Якимчак, Георгий Григорьев, Семен Амосов, НВК Саха, Нерингри, Верхневилюйск, Якутск.